Я обязана вас предупредить о том, как ваши друзья, подруги разрушают ваши отношения. Эта информация касается как мужчин, так и женщин, поэтому буду приводить и мужские, и женские примеры. Кто меня не знает, здравствуйте, дорогие зрители, меня зовут Оксана Галаган. А мы начинаем. Слышали ли вы когда-нибудь от своих подруг такие фразы? Он у тебя такой простофиля! Ты сама виновата, раз выбрала такого плохого. Ну и так дальше. Я бы такого не терпела. Я не думаю, что у вас это серьезно. У вас временные отношения. У тебя все равно с ним ничего не получится. Эта фраза даже, похоже, не на фразу подруги, а скорее соперницы. Задумайтесь. Или такие фразы вы слыхали? Ты такая классная, зачем тебе этот ни рыба, ни мясо? Ты могла бы найти и получше. Типа хочешь сделать комплимент. Ты же такая молодая, зачем тебе такой старый, например? Если вы слышали такие фразы или подобные, напишите в комментариях. И вот примеры для мужчин. Ты уверен, что правильно делаешь, что на ней женишься? Или хуже? Ты что, дурак, жениться так рано? Ты подкаблучник. Ты бежишь на любой ее каприз? Своего мнения уже не имеешь? Все эти фразы – это попытки ваших друзей разрушить ваши отношения. Это ваш выбор. Если они его не уважают, значит, они не уважают и вас. Посмотрите мое видео о передаче «Давай поговорим о про секс», где подружка высмеивает мужа своей подруги. Я там как раз об этом хорошо и рассказываю. Со стороны может касаться, что у вас неравные отношения, что кто-то к кому-то хуже относится, и друзья якобы заботятся о вас. Но это не так. Только вы лично имеете право судить ваши отношения. Никто другой не имеет права в них вмешиваться. Нужно уметь ставить границы, чтобы друзья, родственники, тем более родственники, не влазили в вашу жизнь. Я даже отдельное видео сниму о границах в отношениях, если вам это интересно, потому что эта тема очень важна. Так вот, фразы. «Брось его, он тебя не достоин». «Зачем ты такого терпишь? Я бы не терпела». «Как ты его выдерживаешь?» Или другие. «Она у тебя такая страшная?» «Я уверена, она будет тебе изменять». «Это не тот человек, который тебе нужен». Все эти фразы – это попытки обесценить ваши отношения. Если поверить им, то можно разрушить вашу пару или семью, даже если вы уже в браке. Поэтому категорически говорю – не верьте таким подругам. Есть две причины, почему люди так себя ведут. Первая – это, как в народе говорится, жаба. Обычная зависть. А вторая – это попытка вашей подруги вообще отбить вашего мужчину. Ну не зря же говорят, что за кума, что под кумом не было. А если мужчине говорят, что он подкаблучник, то, скорее всего, это попытки ревности. Но в сторону вашего мужчины. Не поверите, но очень часто так бывает. Вот был в компании парень. С ним все дружили. А тут раз он находит девушку и пропадает. Конечно, друзья скучают за ним. Но прямо сказать, что нам тебя не хватает, не могут. Они же мужики. Им же нельзя такое говорить. И они придумывают. А вот подкалю-ка я его, что он подкаблучник, чтобы он больше времени с нами проводил. Знайте, настоящий мужчина сам решает, с кем, когда и как проводить время. И не ведется на манипуляции. А друзьям приходится мириться с его решением. К чему это я все? Друзья могут даже не осознавать причины своего поведения. Ну подумайте, одинокой 30-летней женщине тяжело дружить с счастливой замужней мамой троих детей. Будьте снисходительны к своим друзьям, подругам. Ведь это не сладко. Но и не верьте им. А если гадости о вашей второй половинке вам говорит ваш якобы друг противоположного вам пола? Вот вы девушка, а ваш друг парень говорит вам о вашем парне гадости. Знайте, вы вашему другу нравитесь. Если вам было полезно это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на звоночек. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok